Всем большой привет! У нас уже скоро обед, я зашла Ярику за машинками, мы сейчас все наверху у Бернта, мы празднуем день рождения его, камеру брать не буду, тут уже и минут осталось, тут память вообще уже, нужно скинуть все видео, вот, так что мы, я иду, поднимаюсь вверх и еще включимся сегодня. Все, мы уже прицепили Ярику под ножку, здесь вечер немного, Ярик уже набегался, будем ехать домой. Ой, здесь такая дорога. Ярик в шоке, ему нравится. Ярик у нас заболел, ночью была температура, но вот целый день нормально, только немножко нос. Нос у нас. Ну что, и с носом все хорошо. Ну, лучше, лучше сегодня. Если бы мы на улицу не выходили, мы бы заболели. Дожди у нас были. Мы целый день дома сидели. Доброе утро, ребята. Ярик меня вытягивает с мячиком во двор, мы сейчас идем с ним играть в футбол. Всем привет, ребята. Мы с Яриком вышли на площадку. У нас и холодно, но солнечно, очень красивая осень. Мы сегодня, у нас все заболели. У меня очень болит горло Ярика. Вчера была ночью температура, но сегодня ночью уже, кажется, не было, только насморк. Плохо спали, потому что в Полине тоже начался насморк. И, ну, небольшой, так вижу, у нее как-то проходит наплывами. Есть, нет, есть, нет. То есть, уже что-то там начинается. И мы очень переживали, чтобы от Ярика не передалось Полинке. Нереально это нужно, наверное, чтобы мы отдельно переселились, где-то жили. Но если вместе играем, вместе, это нереально. Конечно, оно все хоть и проветривало, но заболели, заболели все, кроме сережки. Сережка не сдается. Я с утра с поллимона съела сразу, вот так, без сахара, просто стала и скушала этот лимон. Полегчало, кстати. У меня есть ротокан, он мне всегда помогает полоскать горло, но не успела. Мы уже вышли на площадку. А так все кажется хорошо. Надеюсь, что это так. Мы что-то поболели день-два, и все. Осложнение нам не нужны. Лиже покажу подножку. Вот так она там крепится как-то. Сережа там прикрепила. Если Ярик на ней не ездит, то она вот так... Можно ее зацепить, и она не будет мешать. А вот так. И упали мои очки. Вот так отцепляется и ездит. Заразил Полину. Теперь Полина тоже чихает. Мы переживаем за нее, но надеемся, что ее иммунитет от этого только укрепится. Ну, осложнений нет, но завтра Ярик садит не пойдет. Ты не написал, да? Я не забыл ей написать. Надо ей написать, что Ярика завтра не будет. После поездки на отдых в Италию, Францию, я задумался, что нам пора бы приобрести свой автомобиль тут иметь. И поинтересовался я, сколько будет стоить страховка автомобиля. И я пришел просто в дикий ужас, что самая обычная страховка на год будет стоить примерно 800 евро. Я считаю, что это необоснованно дорого. За самую обычную страховку ответственности перед третьими лицами, перед другими участниками дорожного движения это очень много. В других странах это намного дешевле, намного на порядок. Я читал, в Эстонии это стоит что-то 50 евро в год. И в Украине точно так же это стоит порядка 40-50 евро в год. Не знаю, вообще неадекватная цена. При том, что многие стараются ездить без аварии. Ну, не многие, а все стараются. И когда человек ездит без аварии, просто на Венкер выкидывает 800 евро, мне кажется, это вообще... Ну, Германия, тут все так сделано. То есть точно так же, как налог на телевидение, посмотрите. Смотришь, не смотришь, должен 17 евро каждый месяц платить. Тоже полная неадекватность. Я не против платить налог на телевидение 3 евро в месяц. Ну, 17 евро это при том, что налогом не считается. Так вот, по поводу машины. Ко всем расходам на бензин, на покупку машины, еще добавляется эта страховка. И меня это как-то просто убивает. При том, что ездишь ты, не ездишь, или машина стоит под домом, все равно надо будет платить страховку. Посоветуйте, кто сколько платит в год за страховку, за самую дешевую. Меня не интересует там фоль-каска или частичная каска, а только самая дешевая вот эта. Посмотрите, днем был нормальный денек, солнечный, с хорошей погодой. А сейчас такое натянуло, тучи, молнии сверкали только что. У нас уборка полным ходом. Угу. Уборка полным ходом. Маленькая, мы с тобой полежим, да? Только серьезно, а ты уставшая, ты хочешь спать, да? Будем спать? Будем спать. Ты моя крошечка, ты маленькая девочка, да? Ребята, у нас уже поздний вечер, и я решила вам рассказать про учебник Шриты Плюс. Сережа вам показывал, он его купил для меня. И я уже прохожу упражнения, стараюсь каждый день уделять внимание немецкому. Учу, учу, учу понемножку, отвлекаюсь, потом я в этом снова сажусь, думаю, что я учила, пока трачу время на то, чтобы вспомнить, что же я там проходила. К этому учебнику есть специальное приложение, которое есть у меня на мобильном. И я могу без проблем слушать аудио, смотреть видео, все очень просто. И сейчас я вам это покажу. Это, честно говоря, 21 век. Я обычно слушаю аудио просто на компьютере или с телефона, но они должны быть загружены в телефон, а тут сканируешь страницу, и сразу высвечиваются все иконки аудио и видео на этой странице. Здесь восемь ситуаций, восемь ситуаций, и к ним вот первое. Или видео покажи. Окей, или видео. Да. Я очень довольна этим нововведением, потому что в прошлый раз, когда я еще Мэншин проходила, то это нужна книжка с ноутбуком, ищешь это аудио, там все по папках, видео, по этим, там такие, ну, не было, не очень удобно, но и то я говорила, что Мэншин супер учебник. А теперь это так легко, я довольна. Но, например, если я кормлю Полину, а аудио я еще не дослушала, я бы не против сунуть наушники и дослушать, то этой возможности у меня уже нет, потому что всегда нужно наводить на текст. Да, это тоже недостаток, да. И только в этой ситуации ты слушаешь, то есть книжку еще тянуть к Полине уже как-то неудобно, и она уже, ну, вот так вот там. Я бы больше внимания. Да, они, их можно в интернете загрузить, по-моему, эти аудио отдельно, да, у них на сайте. Так что учим, учим. Успехов тебе, зайка. Спасибо. Ребята, уже очень поздно, и мы Ярика до сих пор не уложили, и в последнее время что-то у нас с графиком... Не преувеличиваю, не поздно, сейчас 22 или сколько? 22? Я думаю, что уже 23. Ну, 22, ну, короче, Ярик уже давно нужно спать. И сейчас я даю его укладывать, и все, мы говорим вам спокойной ночи. Желаем вам крепких снов. Крепких сладких снов. Все, пока-пока, до завтра, до завтра. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...